Все кассовые чеки теперь в смартфоне. Такие нововведения привнесла реформа контрольно-кассовой техники. Теперь сведения о покупках будут поступать в режиме реального времени не только в налоговую службу, но и на телефоны рядовых потребителей. Это стало доступно благодаря новым кассовым аппаратам, которые имеют выход в интернет. Дублирование бумажного чека будет осуществляться по запросу клиента. Чтобы получить электронный чек на адрес электронной почты или по телефону, необходимо перед покупкой кассиру продиктовать свой номер или адрес электронной почты. Здравствуйте. Сделать это можно и с помощью мобильного приложения ФНС. Спасибо. В этой программке есть так называемые два штрих-кода, в которых прошивается ваша информация, либо адрес вашей электронной почты, либо номер телефона. То есть кассир сканером на ваш мобильный телефон направляет сканер, автоматом сканер считывает эту информацию. Особо интересный онлайн-чек вызывает у тех, кто планирует получить налоговый вычет. Электронный документ с точки зрения закона ничем от бумажного аналога не отличается. Еще одним плюсом виртуального чека стало и то, что вести финансовый учет будет легче как предпринимателям, так и налоговикам. К тому же, если бумажные чеки за несколько месяцев выцветают и становятся недействительными, цифровой документ может храниться вечно. Этот магазин строительных товаров перешел на онлайн-кассы чуть больше месяца назад. За это время систему наладили и теперь работают в штатном режиме. На переоснащение потратили около 300 тысяч рублей. У нас четыре онлайн-кассы мы поставили. Работают как на розничных клиентах, так и на оптовых клиентах, которые по безналичным расчетам работают. Также на интернет-магазин. Чеки предоставляются, чеки просят. Они уже даже практически не обговариваются. То есть электронный документ аналогично запрашивается. Потому что для компании, которая осуществляет закупки для строительства, ремонта, допустим, индивидуальные предприниматели, это тоже очень важно. То есть они тоже показывают свою белую сторону работы. Получить электронный чек можно будет только там, где для этого есть соответствующие условия. Онлайн-кассы и постоянный доступ к интернету. Законодатель пока освобождает от новых обязательств торговые точки, которые находятся в сельской местности и не имеют постоянной связи с сетью. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.